Друзья, всем привет! Это Игорь Бабушкин из Нью-Йорка и сегодня мы будем говорить именно про Нью-Йорк, потому что здесь происходят ужасные, чудовищные вещи. И вещи эти организуются нашим дорогим, уважаемым или неуважаемым, кому как нравится, мэром Деблазева. Речь сегодня пойдет о школьном образовании и даже не об образовании, а о безопасности наших детей, которые ходят в школы города Нью-Йорка. Эта история началась в июле 2020 года, то есть полтора года назад, когда поступило предложение, поддержанное мэром, о том, чтобы вывести охранников школ из-под подчиненности Нью-Йоркской полицейского департамента, НУВАИПДИ, и передать их в подчинение департаменту образования. По этому поводу разгорелись жаркие споры, выступали самые разные люди. Я сейчас попробую вам сослаться на их выступления. Но время шло, и сейчас это постановление, закон, поступает в городской совет на утверждение. И я получил сообщение от нашего представителя в городсовете Стивена Матио, который сказал, нет, я буду голосовать против. Ну, видимо, не только он один, но всего четыре, даже три республиканских представителя в городсовете, а остальные демократы, скорее всего, большинством они протащат этот совет. А к чему это приведет? Я вам зачитаю несколько цифр, позвольте с экрана. На прошлой неделе было объявлено о плане отстранения полиции Нью-Йорка от его роли по надзору за агентами по безопасности в школах и передачи этой ответственности департаменту образования города. Те, кто помнит, когда в школах царили банды и беззакония, до того, как в 1998 году вмешалась полиция и полностью пересмотрели систему, эти люди опасаются возвращения к проблемам прошлого. В те времена даже некоторые школьные офицеры безопасности сами были преступниками. Один из них был гордым членом латинских королей, который приглашал студентов присоединиться к жестоким уличным бандам. Это был так называемый Гарри Роман, который оделся в желто-черные цвета латинского короля, чтобы продемонстрировать свою лояльность к бандам. И в возрасте 27 лет он имел при себе нож с вылетающим лезвием и приглашал студентов присоединиться к банде. Он писал любовные письма. Одно из них ученицы средней школы. Средней школы, не high school. Будь моей женщиной. Be my woman. Будь моей подружкой. Be my girlfriend. И он был не самым еще плохим из всего, что существовало на тот момент. Вот что заявляет Грегори Флойд, президент Teamsters Local 237, который представляет 5035 школьных агентов по безопасности. Так вот он сам говорит, что министерство образования, что оно не делает хорошо, так это безопасность. Они не делали это хорошо 22 года назад и они не готовы к этому сегодня. Они с трудом успевают обучать детей, не говоря уже о том, чтобы обеспечивать их безопасность. Это сказала Мона Дэвис, президент Союза родителей Нью-Йорка и сын, который учится в средней школе. Дэвис заявила, что у министерства образования очень плохой послужной список проверки рабочих, таких как водители школьных автобусов. И у них наказываются сотни людей за опасное поведение, начиная от фотографирования девочек до выпивки за рулем на работе. Естественно, что Дэвис категорически возражает против того, чтобы министерство образования отвечало за безопасность. Но, к сожалению, она не член городского совета. Вот этот вот перевод из одного департамента в другое, он был объявлен в связи с протестами против жестокости полиции и расовой несправедливости, которая раз нам уже все ссылается на расовую несправедливость. Но в то же время всплеск количества оружия в школах достиг максимума за последние пять лет, когда было изъято 1699 ножей. Агенты безопасности конфисковали заряженные револьверы, 9-миллиметровые пистолеты, ножи для мяса и кинжалы у детей в школах. Это говорила газета The Post. В 2017 году 18-летний подросток из Бронса Абель Сидена зарезал двух сокуртников по классу. В том году отдел безопасности школ полиции Нью-Йорка зафиксировал 143 преступления на сексуальной почве, в том числе 8 изнасилований и 751 нападения, и в том числе 122 преступления. Но задержания запрещены в соответствии с программой Министерства образования, направленной на смягчение дисциплинарных мер. И вместо того, чтобы вызывать в суд, агенты по безопасности раздают студентам карточки с предупреждением, как на футбольном поле. Но карточки выдают за хранение марихуаны и хулиганство. То есть до тех пор, пока вашего ребенка не убили, эти бандиты будут ходить и делать все, что им хочется. В 1997 году, за год до того, как правление проголосовало 7 к 0 за передачу безопасности школ в НВМПД, преступность в школах вышла из-под контроля. Среди инцидентов, которые были тогда зарегистрированы, это когда три подростка с Манхэттена заставили одноклассника заниматься сексом, а 15-летнему ученику в классе просто перерезали голову и шею, ему, чтобы спасти жизнь, наложили 12 швов. И, как я уже сказал, некоторые бандиты работали охранниками. В 1995 году офицер службы безопасности был арестован за то, что пронес заряженный полуавтомат и нож с зазубринами в начальную школу Манхэттена. А офицер из Бруклина был обвинен в изнасиловании первой степени 15-летнего старшеклассника, которого заманил к себе в квартиру. И вот после того, когда полиция Нью-Йорка взяла на себя ответственность за безопасность школ, чего добивался Руди Джулиани, и несмотря на яростные возрождения тогдашнего канцлера Руди Крю, вот тогда департамент полиции начал нанимать, обучать и контролировать офицеров, которых на тот момент насчитывалось 3200 человек. И тогда городские власти сделали вот этого школьного агента по безопасности как бы с должностью на государственной службе, требующей экзамена, то есть полного анализа биографических данных и 17-недельного обучения. И кроме того, для спасения и работы по безопасности естественно требовалась физическая ловкость, поэтому их на это дело тоже проверяли. Офицеры сегодня, они не вооружены, но могут проводить аресты, могут вызывать в суд, обыскивать, задерживать, а также применять наручники. Это как раз то, против чего выступают группы защиты молодежи. Они защищают молодежь. Они не защищают ваших детей, они защищают ту молодежь, которую якобы, может быть, случайно скрутили руки за спиной, одели наручники, но вы же понимаете, что никто не одевает наручники просто так. Как вот эти вот группы защиты интересов молодежи, они говорят, что департамент образования следует нанять больше консультантов, специальных работников, специалистов по психическому здоровью, чтобы устранять корни непомерного, неправомерного поведения студентов. То есть, вы понимаете, бандитов нужно учить, образовывать, воспитывать, но скручивать руки за спиной им нельзя. Руководитель департамента школы сказал, что они изучат вот эти условия, как им заняться подготовкой вот этих служащих по охране. Но в то же время представители сами образования департамента, они не могут сказать, куда поступят эти дополнительные средства и будут ли эти средства в то время, когда идет сокращение финансирования, сокращение бюджета. Один из демократов из Квинса, член горсовета Роберт Холден, он заявил так, «Последняя организация, которой я хотел бы, чтобы отвечала за школьную безопасность, это департамент образования. Они будут фальсифицировать цифры преступности так, как они фальсифицируют количество выпускников и оценки». Вот это хорошая фраза. Общее заключение такое. Мэр Деблазер действует против интересов горожан. Он действует против безопасности наших учеников, наших детей. Должен ли этот мэр и дальше оставаться у власти? Не знаю. Выборы скоро. Но сколько еще бед сумеет натворить этот человек, если его можно так назвать? Решать вам, за кого голосовать на предстоящих выборах. Я бы, кстати, посоветовал в то же время посмотреть, кто из ваших депутатов горсовета, которые сегодня заседают, голосовал, например, против отмены Gift & Town, то есть классов для особо одаренных детей. Среди тех, кто голосовал за отмену, есть, между прочим, и русскоязычные депутаты. Проверьте. Желаю всем хорошего дня. Подписывайтесь на новости. Вы можете подписаться на мой канал, где иногда выходят интересные новости. А также ежедневные новости выходят на сайте нашдом.юс. Вы можете подписаться и получать ежедневную рассылку по категориям с разбивкой по темам. Пожалуйста, нашдом.юс. Спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Продолжение следует...